Фух, ну подустал уже? Ну да, нормально. Я тоже подустал уже. Ребят, ну столько видео за два часа еще никогда не снимали. Мы примерно уже два часа снимаем с тобой, да? Так, следующая коробочка, мастерская радиоуправляемых моделей ТОП РСИ. Ух, а здесь, ребят, пушечка. Аппаратуры только нету. Тот самый Уральчик, с которого началось все наше, так сказать, вливание в мир, ВПЛ. Ребята, да, кануфляжный Урал белый. Легенда, легенда просто нашей мастерской. Ребят, заказали его еще раз. Вот такой красавчик. На фулл фарше, естественно, ребят, на фулл фарше с блоком звука. Просто посмотрите видео предыдущие на канале. Ребят, блок звука показывали много раз. Вот, на нашем канале дофигища видео, где Уралы ездят с блоками звука. Здесь, в общем, он тоже есть. Лебедка. Фары в круг. Аппаратура, кстати, нету. Аппаратура у Вани, наверное, осталась. В общем, фары все в круг. Управляются с дополнительных каналов. Как вы видите, здесь еще даже не успели покрасить орехи. Они изначально ВПЛ красные. Мы их в черный цвет подкрашиваем. В общем, металл мосты. Двуступенчатая коробка с металл шестеренками. Крепление тяга. Передние наши усиленные. 370-й мотор. Средний мост с проходным редуктором. Копийный задний бампер с фонарями. Покраска в белый цвет. Плюс сделан тот самый камуфляж наш легендарный. Аккумулятор здесь располагается под капотиком. Аккумулятор здесь на 1800 мАч. Кстати, этих аккумуляторов к нам приехала целая коробка. А я еще их не успел на сайт разместить. Ребята, если что, 700 рублей стоит аккумулятор. Можете нашему менеджеру написать. Ссылочки под каждым видео я оставлю на WhatsApp и на страничку ВКонтакте. Да. И здесь, да, здесь вот стоят эти тяги регулируемые. То есть, артикуляция у задних мостов здесь будет поинтереснее, нежели у стоковых тяг. И опять же, видим, у нас есть люстр на крышу. Но, да, ребят, еще не наклеены вот эти решеточки здесь должны такие быть. Их нету еще, да. О чем нам это говорит? О том, что данную модель перед отправкой нужно не только проверить, но еще и сейчас отдать ее Ивану, чтобы он все вот эти вот моменты доделал, доработал. Блок звука на нее поставил. Здесь еще блок звука не стоит. Он не настроен у нас, ребят. Кстати, да. Кстати, да. Инфа для тех, кто ждет свои проекты. Я, по-моему, это каждому озвучивал, но еще и озвучу это в массы. Ребят, бывает иногда так, что приезжают блоки, они изначально неисправны. Вот так же случилось с блоками звука с партией. Приехала партия блоков звука, она не настраивается, не функционирует, не работает, не подключается, не программируется. То есть, что нам делать? Соответственно, перезаказывать и ждать, пока к нам приедет новая партия, которая настроится и запрограммируется. Вот так случилось с двумя Уралами. На этот Урал сейчас будет поставлен блок звука, настроенный, и модель будет отгружена. И у нас остается последний контейнер, последний ящик.